здравствуйте друзья у нас через там пару часов начнется вебинар в москве уже будет 10 утра это будет буквально через почти через три часа меньше трех часов осталось и я еду с работы домой чтобы там перекусить и ввести уже вебинар а тут вопрос такой мне задали я подумал что наверное надо поговорить на эту тему и тема это какие планы вообще там сказали анонсируйте вот видео которые будут я немножко вернусь назад и скажу что в октябре где-то в середине октября прошлого года там год с небольшим назад когда ничем таким вот блогерством не занимался я просто составил список из двух десятков вопросов о которых я хотел бы поговорить и эти вопросы сводились к двум основным темам значит первая тема это какие-то но уже совсем гнусные нападки там на соединенные штаты лживые как я не знаю что и надо было об этом поговорить что кто-то должен был сказать и вторая группа вопросов это вот как по жизни обходиться то что у меня она болела я постоянно имею дело с людьми которые на переломе куда не учиться они на практику ходит им надо работу искали они постоянно должны заставлять себя что-то делать постоянно должны выходить за рамки своей comfort zone и когда вы это наблюдаете когда вы участвуете и когда вы пытаетесь осмыслить просистематизировать и это как бы тысячи людей перед тобой проходят мне хотелось на эти темы поговорить и если вы посмотрите на самые первые видео они же там все нумерованные вы увидите там и про comfort zone там и про основные ошибки которые люди делают в эмиграции и как узнать правду там про америку и так далее значит но дальше что стало происходить очень быстро стала расти аудитория и пошли вопросы потом вы должны понимать что есть видео которые ну просто вот едешь в машине можно поговорить так без подготовки с чистого листа а есть видео которое надо ну готовится откуда-то поехать надо с кем-то договориться о встрече нужно подумать чтоб его такое спросить предварительно надо с ним поговорить там чего его можно спросить чего его нельзя спросить ну и ну и так далее то есть какая-то такая работа кулуарная поэтому мне конечно хочется делать такие репортажи более глубокие выездные но время нужно для этого и не только с моей стороны но и со стороны так вот этих вот тех людей которые разговаривают с нами у меня список с кем я в принципе уже договорился на эти разговоры где-то перевалил за 10 человек поэтому просто нужно время кроме того я хочу делать разговоры может быть скайпе с теми кто далеко кого кого нет рядом с нами вот тут на местности поэтому если кто-то из тех кто нас слушает сейчас меня слушать сейчас и хотел бы поговорить то я я с удовольствием бы это это сделал то есть у меня было пока что два таких скайповских репортажа один господином чилишем который там книжку написал про политическое убежище и другой такой более грустной женщиной татьяной которая пострадала на почве иммиграционных дел поэтому я с удовольствием делал бы больше таких разговоров и но опять просто нужно время я все-таки работаю метод другие дела есть как бы семейные там и так далее это то что я хотел бы делать кроме того у меня есть такая серия в голове да давно есть просто тоже нужно чтобы руки дошли я называю прогулки вот у меня там прогулки с этим прогулки с тем когда-то у губермана он сидел вот тот который да такие неприличные там частушки сочиняют вот он когда-то сидел за что его там я не знаю по политическим делам и вот у него была такая вещица называлась прогулки вокруг барака и и тогда по радио свобода зачитывали и вот я слушал и как бы по аналогии значит с губермана вот у меня возникла такая серия прогулки с и прогулки с и разными людьми которые что-то написали и мне бы хотелось об обсудить что ли пропустить то что они говорят через себя и с вами поделиться это люди которые говорят об успехе это люди которые говорят о мотивации это люди которые говорят о том что отличает людей которые чего-то добились от людей которые не очень чего-то добились и тут знаете что происходит мое понимание такое я когда смотрю я много и слушаю и слушал раньше особенно раньше сейчас меньше Они собирают большие залы И я не говорю даже про тех Кто там слушает на пленках На пленках, там в записях Но они собирают очень большие залы Иногда это залы в церквях Вот я смотрю там Джон Максвелл Там 1010 у него там Как хороший стадион, знаете, такой хоккейный И вот он там выступает И я подумал, что Наверное Есть люди, которым Сегодня нужно Услышать То же самое, что в принципе сказано Все давно сказано Но услышать не в религиозном контексте И не в контексте Допустим отношений там, я не знаю Иисуса там с его апостолами Или там Моисея И идущего по там Пустыне народа А в контексте современного Вот как преломить вот эти истины, которые известны абсолютно все И ничего нового-то тоже не придумать Но вот как их переложить на сегодняшний день И вот эти Мотивейшнл спикерс, как у нас тут называют Значит, они на самом деле Вот эту связь Осуществляют Они берут абсолютно Понятные, простые Как слеза Чистые идеи И дальше Их перекладывают на сегодняшнюю жизнь Так, чтобы можно было себя в этом увидеть Вот, поэтому Значит, я фактически видел как бы свою функцию В том, чтобы вторую производную от этого взять То есть Посмотреть, что говорят мотивационные спикеры То есть уже переведшие Такие базовые истины на современный язык Я хотел как бы второе производное Сделать это в переложении на эмиграцию На... Не вообще на жизнь Но жизнь людей, которые на переломе На переломе судьбы На перекрестке судьбы Когда у них что-то такое экстремальное происходит Примитивно к нашим соотечественникам Примитивно к Соединенным Штатам Примитивно к эмиграции Вот, которая тут у нас есть живьем И... У меня первый человек, которым я займусь Это Earl Nightingale Мы немножко о нем уже говорили Но я вернусь И очень крепко к нему вернусь Потому что я считаю, что... Ну... Он недополучил внимания Его мало знают И... Там есть масса всего Когда я его слушаю У меня абсолютно отключается Вот... Как бы сознательная часть Я как кино начинаю смотреть Почему-то кино То, что он говорит Но я вижу свои Какие-то ситуации по жизни Вижу людей, с которыми я сталкивался Вижу, как они находятся в Аналогичных Или там близких Более или менее ситуация И я вот начинаю вот этими Образами И мне хочется это рассказать И поделиться Потому что там Столько эмоций И столько боли И столько переживаний И сопереживаний И... Человеческого Такого И я очень надеюсь Что вам это будет близко все И так же, как и мне близко Поэтому... Я не хочу завалить канал Там исключительно этим Потому что это тоже будет надоедать У нас, конечно, постоянно будут ребята Которые приезжают И я их показываю У нас будут вебинары Безусловно Но я хочу сказать Что в значительной степени То, что показывается Это то, что вы Подсказываете Потому что я же для вас делаю Не то, что для себя То есть мне тоже это интересно Но мне это интересно Ровно в той степени В какой я ожидаю Что вы будете слушать И вам понравится Если я знаю, что вам не понравится И вы не будете Я тогда не стану Время терять Вот, поэтому Подсказывайте И я, конечно Знаете Еще раз Я не могу уехать куда-то В другой город Специально Потому что кто-то сказал Покажите нам Трущобы Лос-Анджелеса Где там какие-то Мексиканские И черные банды И там где стрельба Со всех сторон И чтобы я там Под перекрестным обстрелом Значит, вел репортаж Я специально за этим не поеду Если поеду Я заеду Че, мне не жалко Вот Но Как бы Я все-таки блогер такой Да, я не то, что там Репортер какого-то канала Которому там Редакция задания дает Вот Поэтому То, что могу, могу То, что не могу, не могу Поэтому Когда вы задаете вопросы Или говорите Хорошо бы увидеть там Вот это и вот это Я уже для себя отбираю Но Даже если я сегодня Куда-то там не пошел Это не значит, что я забыл Или я не услышал Я абсолютно все запоминаю И записываю И просматриваю Периодически Многократно И Конечно, лучше, если вы на форуме Это напишите Чем еще где-то Но Оно заседает у меня в голове И если бы Там кто-то Внимательно следил за тем Что у нас появляется И мог бы сравнить С тем, какие запросы поступают То вы бы увидели Что очень-очень много сюжетов Продиктовано вопросами Заданными и три месяца назад И бывает, что и год назад Понимаете Поэтому Вот как с воспитателем детского сада Например, который мы показывали И так далее У нас договоренность есть Что мы сам детский сад покажем Старбрайт Мы уж там Полгода никак не соберемся До них доехать Потому что они там Новое помещение Строят И там Как-то у них такое расписание Более дерганное Чем у нас Но Во всяком случае У нас большие творческие планы У меня есть сосед Кстати, я вам расскажу Из ближайшего У меня есть сосед На втором этаже Мужик Такой ярый Республиканец Красавец Дядька Два метра Рост там такой Вы его увидите Он очень понравится У него такой бизнес По финансированию недвижимости Из частных источников Вот допустим Я иду в банк А мне не дают деньги Там дом купить А я там могу к нему пойти И там Может быть более мягкие условия С точки зрения Выдачи денег Но Может быть более высокий процент Там или что-то То есть есть люди Которые готовы Давать деньги А он им помогает Эти деньги Значит пристраивать Там и так далее Он такой финансовый человек И он очень тонко знает Законодательство Инициативы Всевозможные Ну что там еще Он постоянно Что-то такое интересное Рассказывает Про там Чего с экономикой делается Когда там какой-то закон Там иммиграционная реформа Там еще что-то Он Когда только слышит Первую там Ну пару-тройку идей Он говорит Майкл забудь Этого не будет никогда Там я говорю Ну вот же обсуждают Он говорит Забудь И в общем столько раз Сколько он говорил Столько раз получалось Я хочу сказать Что-то в этом смысле Очень интересно И мы с ним договорились Что мы поговорим Это будет на английском языке И у нас там есть ребята Которые высказывались В том смысле Что они готовы переводы делать Поэтому я надеюсь Что может быть Даже на следующей неделе Мы с ним запишем разговор Я хочу чтобы он рассказал О новом законодательстве Которое вступило в силу С января 1 января Этого года 2014 Это законодательство Заставляет банки Более тщательно Отбирать людей Которым даются деньги Потому что банки Как бы засветились тем Что дают деньги Или человек там Год или два Или три может платить А дальше понятно Что он не сможет А они все равно дают И это как-то влияет На будущий кризис Поэтому он так Как-то оживлен В том смысле Что это добавляет Возможности для его бизнеса Чем меньше банки могут давать Тем больше к нему клиенты Будут обращаться Вот как бы это такое И мы с ним договорились Что он расскажет Об этой Инновационной Так сказать Системе Которая вступает в силу Вот Ну и наверное Еще о чем-то Мы посмотрим Пока что Вот у нас Договоренность такая Счастливо ребят Я надеюсь Что в этом году У нас будет много веселого И у нас на канале Есть две цифры С количеством видео Которые есть Вот есть то что видите вы И я думаю там приближается К 1800 И есть то что вижу я Потому что некоторые видео У нас Недоступны Там широкой публике Я их по тем или иным причинам Там куда-то убирал У меня их сейчас Больше чем 1800 Поэтому Ну Я надеюсь что мы В этом году Тыщенку так точно сделаем А может быть и больше Так что В общем у вас У вас будет из чего выбрать Я надеюсь И у вас есть что заказать Вот заказывать Я буду исключительно рад Единственное что Есть интерес Как бы уж совсем частный Такой Вот как в резюме Написать Вот это слово Понимаете Это мало кому интересно Мне конечно больше нравится Говорить на темы Которые могли бы Так Разволновать Или там привлечь Так скажем Большее количество людей Но тем не менее Задавайте И он может быть Не отдельным вопросом А где-то среди Других вопросов Пачки Обязательно это все Значит на корочку Пишется И при случае Обязательно выйдет наружу Счастливо Счастливо